У меня были примерно такие же эмоции после того, как я впервые увидел этот ПДВ. Всем привет! Начинаем Новый год с новой рубрики, название которой «Печатный обзор». В данной рубрике я попробую выступить в роли обзорщика на различные полезные или не очень изделия, напечатанные на 3D-принтере. Скорее всего, изделия будут так или иначе относиться к Airsoft-тематике по понятным причинам. В обзорных видео я буду выражать только свое мнение, основанное на личном опыте. А я приступаю к обзору. И первым пациентом на нашем столе будет SRU-PDV, точнее его реплика, исполненная автором Эрик. Оригинальное SRU-PDV тоже печатается на принтере и продается примерно за 175-200 долларов. Ссылка на бесплатную модель будет в описании. Также там найдете видео по сборке всего агрегата. Я лишь расскажу, на основе чего базируется это изделие и как его применять. Назову-ка я его кочергой за характерный вид приклада. Основой для этого ПДВ служит пистолет ГЛОК 17-18 серии, таких производителей как КВЕ и Токио Маруи. КЖВ тоже подходит, но только 17-я модель. Для работы 18-го ГЛОКа от КЖВ понадобится паяльник. Изюминка заключается в том, что нам необходим не весь пистолет, его придется подразобрать, чтобы перенести часть деталей в распечатанный корпус. Каких-либо манипуляций с затвором производить не нужно. Необходимо перекинуть весь УСМ с изменением спускового крючка, а также механизм фиксации магазина. И вот в этом кроется первый минус данного изделия – неудобный монтаж и демонтаж запчастей. Переходим к эргономике. В первую очередь хотелось бы отметить необычный внешний вид. Именно у него я в первую очередь купился. Использование данного ПДВ без использования приклада является сомнительным занятием. А все из-за смещенного центра тяжести и пистолетной рукоятки, изготовленной для маленьких ручек. А еще, на мой взгляд, угол рукояти развернут сильнее, чем у классических пистолетов. И из-за этого неприручного хвата испытывается дискомфорт при удержании ПДВ. Также по неудобству досталась и второй руке. Для нее предусмотрен совсем небольшой элемент для удержания, что в свою очередь при определенных обстоятельствах позволит подстрелить себя в пальцы. Можно крутить глушитель или трассерную насадку, и тогда это уже будет не такой проблемой. Также автор модели создал разнообразные фансеты, позволяющие исключить самотравмирование. При этом, учитывая недостатки удержания для среднестатистического мужчины, стоит отметить стабильное удержание ПДВ при автоматической стрельбе, достигающейся за счет большого количества точек опоры, которые в итоге скажутся на точность стрельбы. По этому показателю обычный Глоп-18 проигрывает и его знатно толбасит. С хватом разобрались, насколько удобнее целиться. Без дополнительных прицельных приспособлений неудобно. Приходится неестественно сгорбливаться. Опять же, затвор ходит недалеко от глаза. Ощущения неприятные, хоть и понимаю, что есть защита в виде наплыва на прикладе. Кстати, из-под затвора в сторону лица иногда сифонит силиконом и долетает, так как лицо близко. Компенсируем этот недостаток установкой коллиматора на крепление. Кстати, тут можно сделать больше точек крепления, чем на пистолете, если это кому-то нужно. Возвращаемся к безопасности использования. Пистолет и Глок сами по себе имеют своеобразную систему защиты от непроизвольного выстрела, расположенную на спусковом крючке. В данном же ПДВ, после перестановки запчастей из пистолета, мы лишаемся и этой призрачной защиты. Вот мой предохранитель, сэр. Правда, у меня при сборке, как бы я его не настраивал, получился очень долгий спуск. Это минус, но чтобы выстрелить случайно, надо постараться. Один минус обнулил другой минус. Из-за долгого спуска вытекает следующая проблема. На одиночном режиме быстро не постреляешь. Решает только автоогонь. К сожалению, я этого не продемонстрирую, так как для установки у меня был пригоден только 17-й Глок. Остается посмотреть на видосики из ютюба. Также выскажу свою фе относительно общей компоновки. Компоновки Булпап очень на любителя. Я попробовал, мне не понравилось. Особенно неудобно перезаряжаться. Чтобы постоянно пользоваться, нужно привыкать и перенастраивать свою моторику на другие движения относительно классических пистолетов или автоматов. Навык обращения можно будет наработать тренировками, если кому-то хочется работать именно с Булпапом. Из-за того, что это Булпап, возникает проблема в использовании бубенов. Присоединенный бубен мешает руке удерживать пистолетную рукоять. Комфортно можно использовать только стандартные магазины и длинные магазины повышенной емкости. Кстати, из-за того, что мы переносим органы управления практически в неизменном виде, все управление смещается назад. Кнопка сброса магазина и затворная задержка, которыми теперь не так-то просто пользоваться. Надо привыкать. Одни минусы. Попробую натянуть еще один спорный плюс. Компактность ПДВ. Если сравнивать с другими ПДВ или ПП, но все еще не компактнее пистолета. Подведем итоги. Печатную версию этого ПДВ, ссылку на которую можно найти в описании к этому видео, на мой взгляд, проблематично использовать в игровых условиях. Особенно в динамичных секве играх. Особенно, если нет привычки работать с губапом. Его можно распечатать для коллекции и максимум пострелять по баночкам на даче. Оригинальное СРУ ПДВ продается на заборных сайтах от 175 до 200 долларов за штуку. Механизм спускового крючка у него работает лучше, чем у этой версии, но все эргономические нюансы такие же, поэтому покупка однозначно не имеет смысла. По моему неавторитетному мнению, так себе игрушка. А на этом обзор подошел к концу. Пишите в комментариях согласны ли вы с моим мнением или нет. Также, так как это первое видео в таком формате, прошу поделиться мнением, чего не хватает в обзоре, что хотелось бы убрать и так далее. А на этом все, всем здоровья и до скорого.